Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, презентацию видно, меня видно и слышно. И если со связью все хорошо, то тогда начнем сегодняшнюю нашу встречу. Поговорим о создании виртуальных музеев и виртуальных экспозиций. Извините. В сети интернет. Сразу оговорюсь, что будем говорить мы не о... Вебинар скорее будет предназначен не музейным работникам, а больше для работников библиотек и школ, для создания мини-музеев, так называемых музеев на общественных началах, либо вообще виртуальных музеев, которые только существуют в сети интернет. Вот о таких экспозициях мы сегодня и поговорим. Наверняка вы знаете примеры, а может быть у вас в учебном заведении или в библиотеке работает музей, музей школы, музей вуза, колледжа. В библиотеках музейный бум пришелся на начало 2000-х годов, когда учебные заведения библиотеки начали брать на себя функцию, которая им была изначально несвойственна, мемориальную сохранение памяти. Особенно это стало актуально в небольших городах и поселках, где библиотека стала одновременно и клубом, и музеем, и библиотекой. Библиотекам присваивались имена каких-то известных личностей, писателей, земляков, ученых, и они пытались создавать небольшую музейную экспозицию, как раз рассказывающую об этом ученом, об этой персоне. Идеи для мини-музеев существует достаточно много. Существует большое количество литературы, где рассказывается о том, как создавать музей на общественных началах, как собирать экспонаты, как их представлять в коллекциях и тому подобное. Это, может быть, и музей писателей-земляка, о чем я говорила. Очень популярны стали музеи быта. Особенно, где собираются предметы, сами читатели приносят разные предметы того времени, что называется. То есть какие-то советские приспособления, а может быть вообще не только советские, может быть какие-нибудь там послереволюционные, дореволюционные. Интересные предметы, которые хранятся в домашних архивах где-то. И вот из таких предметов можно собирать музеи быта. Их еще по-другому называют музеем в чемодане, когда такая вот экспозиция собирается самими читателями. Музей истории школы, колледжей, библиотеки, естественно, где собирается информация о выпускниках школы, о разных достижениях, наградах, исторические какие-то материалы, связанные с этим учреждением. Ну и то, что я наговорила, вымышленный музей. Это может быть проект музея. Например, в школах одно время было довольно популярно, когда вместе со школьниками создавали, например, музей сказки, музей литературного героя, музей литературного жанра. Я чуть позже вам покажу ссылочки на райте, разные виды музея вы сможете оценить и посмотреть. Может быть какие-то идеи у вас по ходу возникнут. Итак, что можно сделать при нулевом бюджете? Как можно эту виртуальную экспозицию представить в сети интернет? Допустим, она у нас есть реальная, мы ее хотим в виртуал перенести, либо у нас есть просто какие-то предметы оцифрованные, мы хотим их тоже разместить в сети интернет, либо мы хотим с нуля создавать. Вот я вам предложу сегодня на вебинаре несколько вариантов такого распределения ресурсов. Итак, это может быть просто создание сайта, это вот самое, что первое приходит на ум. Это может быть размещение в сети музейной коллекции, аудиотур по музею, если вы не только разместите фотографии ваших предметов, но еще создадите небольшую аудиоэкскурсию по ним. Это может быть виртуальная панорама, если вы владеете технологиями создания панорамных изображений, вы можете использовать их при экспозиции. И, наконец, можно создавать экскурсии и экспозиции с помощью интерактивных изображений, одни же плакаты. Вот обо всех этих вариантах мы сегодня вот примерно в этом же порядке и будем говорить. Начнем с сайта. Это то, что прежде всего приходит на голову, когда мы задумываемся, где размещать информацию о нашем музее. Сайты, конструкторы для создания сайтов самые разнообразные. Я несколько самых популярных попыталась проанализировать с точки зрения музеев. Поискала примеры в сети, посмотрела на шаблоны, которые существуют именно для создания музеев с этой точки зрения. В общем, если у вас есть какие-то дополнения по поводу сайта строения, может быть, вы сами что-то делали уже на каком-то конструкторе, то, пожалуйста, добро пожаловать в комментарии, что называется. Ну, поедем. Итак, джемдо. Как они себя позиционируют? Этот ресурс, эта платформа подходит и неопытным пользователям, и более продвинутым. Здесь есть несколько вариантов создания сайта. Первый такой полуавтоматический, когда вам предлагается ответить на несколько вопросов, и вам конструктор предложит сразу несколько шаблонов под ваши цели и задачи. Либо можно попробовать с нуля. И вот с точки зрения музея строения, мне больше понравилась здесь коллекция шаблонов для блога. Почему-то вот на платой, во-первых, коллекция достаточно большая, во-вторых, у нее возможностей намного больше, чем для сайтов. Поэтому, если вдруг захотите, то обратите внимание, прежде всего, на коллекцию блогов. Сразу видим, что интерфейс здесь не на русском языке, поэтому либо Google-переводчик, либо для знатоков языка, что называется. Зато мы можем посмотреть на разные варианты, и что можно добавить. Я вам сразу скупом целую массу ссылок отправила в чат. Разные музеи, созданные на этой платформе, можете пока попереходить по ссылкам, посмотреть, как это на деле реализуется в реальности. А я вам покажу список элементов, которые можно добавить на сайт. Вообще все платформы, о которых я буду сегодня говорить, работают по принципу визуального редактора. То есть мы сразу видим, какие блоки мы добавляем визуально, и добавление здесь очень простое. Нажимаем на значок с плюсиком, открывается список блоков, мы из этого блока выбираем подходящий для нас, и его редактируем. Вот по такому порядку, в принципе, все эти конструкторы работают. Итак, видим, что список здесь достаточно большой, более 16 шаблонов здесь предлагается для работы. Можно встраивать туда объекты по коду, создавать фотогалереи, видеоролики, например, с YouTube размещать, отдельные фотографии, тексты в разных видах и колонками, и обычные контенты соцсетей. Может быть, это не так сейчас нужно, но тем не менее, интеграция с Google формами и Google картами есть, то есть нужно карты добавлять, ну и плюс разные дополнительные. Вот весь списочек у меня на экране, это даже не все плагины, которые можно сюда добавить. В общем, хорошая интеграция, сервис, платформа неплохая. После регистрации получаем домен третьего уровня. Вообще, для всех этих платформ, в случае, если вы работаете по бесплатному тарифу, дается имя домен третьего уровня, то есть сайт будет оканчиваться на jimto.com. Ну а дальше, если хотите свой домен подключать, это уже переход на платный тариф. Бесплатно. Что можно сделать? Пять страниц бесплатно дается для создания музея. В общем, для небольшого музея, если у вас небольшая коллекция, в общем, может быть, этого и достаточно. 500 мегабайт свободного места, то есть можно много достаточно фотографий добавить. Нет специального шаблона для создания музея, то есть выбираем из того, что есть. Больше всего подходят образовательные шаблоны, ну и адаптируем их под музей. Вот такое резюме по этой платформе. Идем дальше. Дальше наш отечественный разработчик предлагает такой конструктор, опять он называется. Сейчас пару ссылок отправлю в чат. Первая ссылочка – это шаблон музея. Готовый, ну какой он предлагается внутри сервиса. Я надеюсь, откроется он без регистрации. И музей истории поколения неба – это вот примерно музей, созданный на этой платформе. Ну, поскольку русскоязычный разработчик, сразу ставим в плюс наличие русского языка. Неплохой интерфейс здесь, достаточно все неплохо устроено. Конструктор тоже визуальный, то есть через плюсик добавляем новые блоки и организуем их в нужном порядке. Ну, смотрим, что сюда можно добавить. Во-первых, начнем с коллекции шаблонов. Более 300 шаблонов самых разных. 11 тематик. Именно музейный шаблон здесь один. Ну, в общем-то, можно любой адаптировать, если очень сильно захотеть. Хорошее цветовое решение, хорошая верстка. В общем, с точки зрения такого визуала, в общем, все очень неплохо. Можно создавать на основе шаблона, можно с чистого листа создавать. Здесь есть база встраиваемых элементов, более 10 тысяч самых разных. По коду можно добавлять встраиваемые элементы Google-карты, видео с YouTube, галереи, видеофото и многое-многое другое. Неограниченное количество страниц. Это большой плюс. Теперь минус. Бесплатно выделяется очень немного места, 150 мегабайт. Я понимаю, конечно, что можно оптимизировать картинки в условиях, если вы располагаете большой козлицей фотоматериалов, допустим, там целые фотогалереи, архивы, вы хотите оцифровать. Этот вариант не очень хорошо подходит, либо надо платный вариант выбирать. Для небольших сайтов, визиток, где главное упор на информацию и меньше упор на картинки. Я бы такой вывод из всего этого сделала. Плюс еще в бесплатном варианте может мелькать реклама. Это тоже немножко отталкивает. Давайте еще посмотрим варианты. Фикс. Ну, это очень известный сервис. Я думаю, все слышали о нем. А если не слышали, то видели. Наверняка парочка ссылок, как всегда, в чат пойдет. Он немножко изменил интерфейс. У меня был здесь старый скриншот. Вчера проверила. Немножко все поменялось. Стало вот в таком духе. Раньше было бы повеселее синенькое. Сейчас черно-белая гамма в оформлении. Ну, в общем, список всех элементов увиден у меня на экране. Это условно-бесплатный тоже конструктор сайтов. Более 500 шаблонов. Есть специальные шаблоны для создания арт-галереи, художественной галереи для музея. Ссылочку вам не смогу дать, потому что она без регистрации у вас не откроется. Я вам покажу на отдельном слайде, как выглядит шаблон для музея. Итак, ориентируются создатели сервиса на нулевого, что называется, пользователя, у которого не было истории создания сайтов. Интерфейс переведен на русский язык. С этим все хорошо. Удобный, красивый визуальный редактор. Здесь хороший дизайн. Очень хорошо все продумано. Кроме обычных элементов фототекста в галереи, здесь можно добавлять видео, видео с аудио. Можно организовать блог, если вы какими-то новостями из истории музея хотите делиться. Ну, как на всех платформах, онлайн-связь есть. И еще несколько дополнительных опций для оформления, например, изображений с помощью параллакса, анимации, наложения прочих-прочих эффектов. Хорошая платформа, в бесплатном тарифе дается 500 мегабайт свободного места. Это хорошо. Правда, наверху будет полосочка с рекламой сайта. Но, мне кажется, это не очень критично, поэтому можно закрыть на это глаза. Особо здесь появилась новенького. Это фотостудия Video Maker, которые позволяют прямо в режиме онлайн создавать, улучшать фотографии, делать их более красочными, применять к ним разные эффекты. Такой мини-фотошоп мини. Кадрировать, растягивать, корректировать и так далее. То же самое касается Video Maker. Для создания небольших видеороликов прямо в режиме онлайн, слайд-шоу, по сути, которое вы размещаете на своем сайте. Вот такие неплохие возможности здесь есть. Вот так выглядит шаблон для создания музея. Он очень простенький, естественно, поскольку платформа – это не русскоязычных разработчиков, поэтому шаблоны здесь на английском языке. Но все, что нужно для музея, здесь присутствует. Можно добавлять свои страницы, свои вкладки, редактировать этот шаблон так, как мы считаем нужным. В общем, в целом, неплохая платформа для создания самых разных сайтов. И здесь примеры действительно очень разного всего, что можно с ее помощью создать. Google Сайт. Ну, это вариант, конечно, на тот случай, если с бюджетом совсем нет, что называется, и когда нужно бесплатно и без ограничений. Google Сайт позволяет создавать сайты без ограничения пространства дискового, которое предоставляется. Эта платформа хорошо интегрируется с Google Диском, то есть вы можете документы, презентации, различные другие формы, все, что у вас на Google Диске есть, сюда на сайт переносить буквально в один клик. Сейчас мы видим шаблоны на экране, их достаточно мало, сразу скажу. Их можно, конечно же, модифицировать, но предыдущим инструментам они в этом смысле уступают. Google Сайт берет другим, он берет функциональностью, он берет бесплатностью, естественно, практически неограниченными возможностями и наличием опции «Совместная работа». Поэтому очень хорошо Google Сайты подходят для создания проектов музеев со школьниками, с учащими, с пользователями библиотеки, с кем угодно. Естественно, для работы нужен Google Аккаунт как вам, так и вашим соавторам. Итак, ну, допустим, это вот скриншот с моего тестового сайта. Что можно создать? Здесь все в режиме одного окна. Тоже визуальный редактор, он немножко иначе выглядит, чем в других сайтах. Ну, в общем, все понятно. Вставка позволяет вставлять разные элементы, текстовые поля изображений, встраиваемые в объекты по коду. Вот как раз список всех элементов у меня сейчас с правой стороны. То есть мы видим здесь и видео с YouTube, и документы, и презентации, таблицы, и формы диаграммы. Все из Google Диска добавляется. Либо можно загружать с компьютера и добавлять по ссылке. Или по коду, если это встраиваемый объект. Вкладка «Страницы» позволяет создавать новые страницы сайта. Ну, и вкладка «Темы» позволяет изменить тему самого сайта. Изменить шаблон, выбрать новую тему оформления и шрифты. Всего тема оформления шесть, здесь их не очень много. Поэтому особой визуальной красоты тут, может быть, и не присутствует, зато все очень просто и понятно. Для начинающих пользователей, если вы, допустим, работаете со школьниками, это хороший вариант. Опция совместной работы в красной рамке наверху через кнопочку с человечком и значком «плюс» позволяет добавлять соавторов. Им предоставляют функции редакторов. Они также, как и вы, могут изменять, менять дизайн оформления, вставлять новые блоки, элементы. В общем, как обычные редакторы работают. Здесь появилось много интересных макетов новых. Вот я открыла несколько макетов с картинками, например, фотогалереи. Если у нас визуальная составляющая, если мы хотим фотоматериалы оцифрованные представить, вот можно в разных вариантах это сделать. Это хорошо. Раньше этого не было. То есть сервис все-таки развивается. Несмотря ни на что, здесь что-то новенькое появляется, можно найти. Давайте посмотрим еще что-нибудь. Ну вот покрупнее то же самое я вывела еще раз, чтобы было видно, что здесь присутствуют кнопки, формы, презентации, диаграммы и многое-многое другое. Добрались мы до ТИИДы. Сейчас я отправлю несколько ссылочек на эту платформу. Редкий обзор сайтов обходится без нее. Это опять русскоязычный разработчик наш российский. Выдается здесь, есть бесплатный тариф. Первые две недели можно пользоваться всем функционалом. Если вы впервые зарегистрированы, через две недели автоматический перевод на бесплатный тариф. Бесплатно предоставляется создание 50 страниц. Вы можете их объединить в один сайт. И таким образом вот такой музейчик создать. На 50 страницах. В общем, это неплохо. Правда, дискового пространства здесь дают немного, 150 мегабайт. Я не знаю, честно говоря, как это на 50 страницах можно уместиться в такой ограниченный формат. Но каким-то образом можно оптимизировать картинки. Вероятно, можно, если очень захочется. Я вам ссылочки добавила на разные музеи. Последняя ссылка музея, которого нет. Интересный вариант тоже. Ну и шаблончик музея, как он выглядит на ТИЛЬТе. ТИЛЬТа ориентирована на визуальное восприятие. Она очень красивая. Здесь много красивых визуальных блоков. Я советую, если вы с ТИЛЬТой знакомитесь, зайти в раздел, который называется «Создан на ТИЛЬТе». Там вы найдете очень много готовых сайтов, которые очень красивые, безумно красивые. С оригинальной анимацией, которая действительно приковывает внимание, можно вдохновиться. Естественно, это все будет немножко сложнее, чем по шаблону работать. Но если очень захочется, то можно освоиться. Здесь есть хорошая справочная база. Здесь есть видеоуроки. Можно на все вопросы найти ответы. Итак, что умеет этот визуальный редактор? Может добавлять различные блоки. Списочек сейчас у меня с левой стороны на слайде. Тексты, изображения, разные галереи с картинками. Прямую речь и ключевые фразы, которые будут особо выделяться. Колонки, разделители, меню, естественно, списки страниц, видео и еще многое-многое другое. Чего нельзя сделать в бесплатном тарифе? К сожалению, здесь нельзя по коду добавить встраиваемый объект. Если у вас презентация какая-нибудь, лента времени, интерактивный плакат, то, к сожалению, по коду вы ее вставить не сможете. Только через ссылку. То есть, как это делается, делаете скриншот вашей работы, вставляете его как картинку, а к этой картинке привязываете, например, ссылку. И открываться будет уже на самом сервисе это все. Ну, вот такой немножко сложный путь, но сдержки бесплатного тарифа. Подписка на месяц стоит 750 рублей. Можно попробовать платные функции, посмотреть первые две недели. Если понравится, можно продлить. Если нет, то работать дальше в бесплатном тарифе. Давайте посмотрим чуть поближе, как работаются с шаблонами. Любой блок, который вы выбираете, ну, например, выбрали вы текст или картинку какую-то. Ну, в данном случае у меня здесь картинка с текстом. И, естественно, открываются настройки. Настройки здесь очень-очень подробные. Здесь по подробности, пожалуй, превосходят все остальные платформы. Здесь выравнивание текста, его скроллинг, как он будет прокручиваться, фильтры для картинок, прозрачность, полупрозрачность. Дальше разметка, как это будет на сайте выглядеть. В одну колонку, в две колонки, поближе, подальше. Расстояние между буквами, строчками и многое-многое другое. В общем, тут любой элемент настраивается довольно подробно, и за этим занятием можно провести не один час, чтобы настроить эту красоту. Здесь все очень хорошо продумано. Большой интуитивно понятный интерфейс. Не очень люблю это выражение, но здесь это все присутствует. Легко ориентироваться, главное потратить немножко времени на освоение. Все очень красиво. Ну вот, если подводить итоги по платформам. Сейчас есть такая тенденция, у меня многие учителя и библиотекарь пишут о том, что запрещено работать на платформах нероссийских производителей. Если с этой точки зрения, то остается только А5 и Тильда. Вот из этих двух придется выбирать. Если вы не ограничены этими возможностями, то вы можете попробовать и Викс, и другие платформы. Можно для пробы зарегистрироваться на них, поиграть с шаблонами, посмотреть, как все работает и выбрать все подходящие варианты. Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о виртуальных экскурсиях, экспозициях, тоже виртуальные музеи, но вместе с аудиоозвучкой. Если у вас есть коллекция предметов, и если вы готовы записать по ним аудиоэкскурсию, какой-то звуковой файл создать, и не один, то можно попробовать воспользоваться инструментом, который все знают, как Easy Travel. Это платформа для создания аудио-туров, она работает и на компьютере, и на мобильных устройствах. Она адаптируется под мобильные устройства, и это очень хорошо работает в больших музеях. Может быть, вы видели, например, я видела в Русском музее, в Эднографическом музее, в Петербурге, когда возле экспонатов висит значок Easy Travel. То есть вы можете найти эту экскурсию на платформе, через свой мобильный телефон ее проиграть, и, переходя по залу музея, просматривать экспонаты и параллельно слушать экскурсии на Easy Travel. Вы можете сделать совершенно спокойно музей на этой платформе, даже целую, не обязательно музей, это может быть просто выставка, например, раз выставка каких-то редких книг. Вы можете ее оформить как музей и создать по ней аудиоэкскурсию. Вот разные виды музеев я вам на сайте сейчас, в чате, вернее, подкинула. Первая ссылка – это дневники повседневности, это как раз библиотечная выставка, которая оформлена как музей. Ну, а дальше на крупные музеи, на Третьяковку и на Русский музей парочка ссылок, как это выглядит у грандиозных музеев. То есть здесь музеи совершенно разные. Я, к сожалению, потеряла ссылку, здесь был интересный музей, виртуальный, вымышленный, музей песен. То есть представлены картинки с пластинками, и там про каждую песню рассказывается, такая аудиоэкскурсия существует. Не нашла по поиску, к сожалению, то ли он удалился, то ли я просто найти не смогла. Но даже вот такие музеи здесь совершенно спокойно присутствуют. Вы можете создать музей своей организации здесь, вы можете создать выставку как музей, вы можете просто свою частную коллекцию здесь создать, если у вас есть какие-то редкие экспонаты. Единственное, что необходимо, это заранее записать аудиофайлы, которые вы будете прикреплять к вашему изображению. Давайте посмотрим, как это все работает. Итак, выбираем опцию музей. Вам предложат уличный тур, вам предложат квест и музей. Выбираем в данном случае опцию музей. Открывается окошко для его редактирования. Что у нас в окошке для редактирования? Итак, мы загружаем картинку. Можно одну, можно несколько картинок. Далее, даем его название, описание. Внутри описания можно добавить гиперссылку. Если у вас есть какие-то группы ВКонтакте, допустим, у этого музея, какой-то телеграм-канал может быть, то, пожалуйста, сюда можно все это добавить. Это будет информация, это будет описание. Его увидят пользователи, когда кликнут по вашему музею. Это будет первое, что они увидят. Название, описание и картинка стартовая. Далее. Вверху есть горизонтальная панель и сбоку есть вертикальная. Пойдем с горизонтальной. В разделе расположение и план музея. В разделе расположения в адрес, если это реальный музей, можете написать там и разместить. План музея, если у вас есть какая-то картинка с планом, вы можете ее сюда загрузить. В разделе изображения добавляются картинки. Стартовая становится обложкой первая, а все остальные картинки загружаем в раздел изображения. Отдельной опцией идут ссылки. Можно добавить и в описание ссылки, и в отдельную вкладку ссылки. QR-код, он создается автоматически к вашему сайту. Ну и кнопка удалить музей удаляет экспозицию, если она вам уже не нужна. На боковой панели вы можете добавить видеоролик, если у вас есть о вашем музее какое-то видео. С компьютера можно загрузить и по ссылке с YouTube. Новости. Хорошая опция, если у вас в музее происходит что-то необычное. Новость будет появляться рядом с описанием музея, ее пользователи тоже сразу увидят. Например, можете написать, спешите, спешите, у нас новая выставка. Ну и дальше несколько слов про выставку. Оформить это как новость, и она будет выплывать рядом с описанием. Для развлечения пользователей можно добавлять викторину с вариантами вопросов. После словия. Ну, эта фраза появится после того, как пользователи походят по вашему музею, посмотрят все достопримечательности вашего музея. Такое заключительное слово. Заметки редактора – это отдельная вкладка. Это ваша специальность, которую пользователи не видят. Сюда вы можете добавлять какие-то рабочие материалы, которые нашлись. Где-то совершенно случайно какие-то текстовые заметки. Все туда добавляется. Ну, вот так вот выглядит стартовая страничка. Дальше переходим к добавлению сюда экспонатов. Внутрь этого музея. Правильно говорить, музейных предметов. Итак, вот я взяла модель кораблика, добавила. У меня картинка появилась. И я вижу, что все остальные поля, в принципе, остались те же самые. Картинки, ссылки, QR-код, викторины, видео и заметки редактора. Окошечко все такое же. Теперь непосредственно про то, что я забыла сказать, конечно, пробежалась. Это загрузка аудио. В самом низу, после описания, и когда мы создаем музей, и когда мы добавляем отдельный предмет, есть раздел аудио, где мы нажимаем на кнопку выбрать файл. Когда мы только создаем музей, мы можем записать небольшое вступительное слово, так называемое интро. То есть рассказать, о чем это музей, какова его ценность, что в нем интересного и так далее. А вот что касается отдельных экспонатов, музейных предметов, мы рассказываем историю этого предмета. О чем он рассказывает, какая с ним интересная история связана, что-то еще какая-то информация связана с предметом. Вот так из таких маленьких аудиотреков и будет состоять наша экскурсия. То есть, по идее, пользователь щелкает по экспонату, читает текст, который вы написали, и слушает аудио. Кстати, аудио и текст могут не совпадать. Вообще, чаще всего они совпадают, что написано, то и звучит, но если хотите, то можно текст написать другой. В тексте можно какие-то дополнительные подробности написать, потому что глазами нам удобнее воспринимать какие-то цифры, какие-то статистические данные, но слух мы их не уловим. Поэтому в аудио лучше рассказывать какую-то интересную историю, а в тексте писать какую-то статистику. Ну, вот такой вариант может быть. Либо можно просто продублировать и так, и так. Давайте еще посмотрим, как здесь организовываются музейные предметы. Стандартно, если у вас небольшой музей, можно организовать таким образом. Сам музей и внутри него предметы. Вот 6 предметов и стартовая страничка музея. Вот так. Если у вас предметов много и, более того, организованы они в разные коллекции, ну, например, у вас есть предметы, относящиеся условно к творчеству Пушкина, к творчеству Тургенева и к творчеству Достоевского, допустим, и 3 коллекции, тогда более разветвленная структура подойдет. Мы создаем музей, внутри музея создаем коллекции, а внутри коллекции добавляем предметы. Можно создавать в любом порядке. Сначала мы создаем музей, это 100%, а дальше можете начать с предметов, а потом из них собрать коллекцию, либо сначала создать коллекцию, а внутри добавлять предметы. Можно и так, и так. Коллекция, ну, например, я работала в музее Николая Блинова, это мурманский писатель. Вот коллекция, называется «Вещи Николая Блинова». Там набор каких-то предметов будет. Точно такое же поле для описания. Все то же самое. Картинки, описание, название, видео и викторина, и аудио, которое загружается с компьютера. Вот. Все достаточно несложно. Конструктор очень похожий на любых этапах, здесь не заблудишься. И в итоге мы получаем вот такой виртуальный музей. Ну, вот так вот у меня получилось. Вот я попробовала. Это у меня рабочая. Единственное, что я не написала о музее информацию. Но на выходе ваш музей вот так вот будет выглядеть. То есть есть QR-код, у вас есть кнопочка «Поделиться». Вы можете делиться этим музеем с пользователем, рассылать им информацию о нем. Ну, и стартовая страница будет вот такая здесь выглядеть. После того, как вы создадите музей, обязательно проверьте, как он будет выглядеть и на смартфоне, и на компьютере. Если у вас рассказ о реальном музее, и когда вы рассказываете для того, чтобы пользователи включили мобильный телефон и ходили от экспоната к экспонату, то обязательно перед каждым экспонатом называйте, как он называется. Может быть, даже его номер, если он у вас пронумерован, чтобы ваши пользователи в музее не потерялись и точно знали, что это за экспонат, о каком он рассказывал. Ну, а в целом все очень хорошо и неплохо здесь работает. Раньше была опция совместной работы, сейчас ее почему-то убрали. Сервис бесплатный на русском языке. Ограничений здесь особых нет. Есть ограничения по увеличению видео, если вы загружаете с компьютера. Там, по-моему, 50 мегабайт максимум может быть. А в целом очень хороший инструмент для создания аудиотуров и аудиоэкскурсий. Если вы не хотите создавать аудио, если, ну, просто у вас есть коллекция предметов, и вы знаете о них интересные истории, то есть картинка, описание вот в таком формате. Можно воспользоваться услугами сервисов, которые создают музейные коллекции. Один из них на русском языке, русскоязычная разработка российская, называется «Реликва». Давайте я вам покажу музей Маяковского, который создан на этой платформе. Здесь вы можете создать свой частный музей. Ну, можно музей организации, а можно вообще свой частный музей. Например, у вас ценные фотографии есть или какие-то ценные предметы, там, 19 века. То, пожалуйста, здесь можно это все создать, разместить, описать, и получится вот такая вот интересная вещь. Старшевая страничка выглядит примерно так. У вас, может быть, немножко иначе по ссылке будет, потому что у меня скриншот был сделан раньше. Но это очень хороший инструмент, мне очень понравился. Давайте я вам покажу, как в нем работает. Итак, заходим, регистрируемся. То есть регистрация есть через контакт, но почему-то она не работает, поэтому я по старинке, по электронной почте. Ничего оформлять не надо. Музей здесь создастся чисто автоматически, вы просто можете потом придумать его название. Автоматом он будет называться по вашей фамилии, имени, потом переименую, можно переименовать так, как считаете нужно. Итак, как здесь загружаются предметы музейные? Название, описание, стандартные поля, фотографии. Можно одну, можно больше с разных сторон. Выбираем категорию. Открывается список, вы можете из категории выбрать, что это там книга, фотография, предмет и так далее. Дальше датировка. Здесь все очень серьезно по музейным требованиям. То есть когда датирован предмет. Век, год, число, день, месяц, как угодно. Например, фотография у вас снята в 1920 году, вот в датировке мы это выставляем. Дальше указываем место, где снято, допустим, там Мурманск, таких-то годов, люди, которые на фотографии представлены. То есть здесь такой более музейный подход, я бы сказала. Самые распространенные музейные поля заполняются. И нажимаем на кнопочку «Создать». Появляется у нас первый наш музейный предмет. Вот так он будет выглядеть. Я все тот же мой музей Блинова взяла. Для того, чтобы на нем тренироваться. Вот такой парусник у нас был в коллекции. Я придумала свою категорию, дату и время, когда был сделан. Ну и люди, к которым относится этот памятник, этот предмет. Так это выглядит. На этом сайте можно организовать коллекции. Коллекция – это инструмент, который позволяет создавать… Ну вот на YouTube мы создаем плейлисты. Вот здесь примерно коллекции. То есть вы можете организовать в эту коллекцию не только свои предметы. Внизу есть кнопочка «Добавить в коллекцию». Но вообще любые предметы, которые вы на сайте здесь найдете. Например, вы коллекционируете какие-то редкие открытки. И вот вы на этом сайте нашли реликву, очень редкую, которую очень хотите в свою коллекцию добавить. Пожалуйста, внизу под каждой вещью есть кнопка «Добавить в коллекцию», и вы можете ее к себе, что называется, в плейлист добавить. Таким образом можно создавать коллекции на основе своих предметов и на основе предметов других пользователей. Самое интересное, что предлагает реликва – это так называемые расследования. Что это такое? Это вопрос, связанный с вашей реликвией, на который вам бы хотелось получить ответ. Может быть, кто-то из пользователей знает об этом. Например, у вас есть старая игрушка, и вам интересно, кто ее производил, когда она бытовала, как ее использовали и так далее. Или у вас на фотографии какой-то человек, и вы хотите узнать, кто это. Какое-то необычное здание, и вы хотите узнать, а что это за здание такое. В этом случае вы заводите расследование. Под вашей реликвией будет кнопочка «Расследование», и вы можете там задать вопрос об этой реликвии и отправить. И тогда пользователи, которые работают на этом сайте, увидят ваш вопрос и, может быть, дадут вам ответ, помогут вам. Точно так же вы можете, заходя на сайт, смотреть, какие ведутся расследования. Если вы знаете ответ на какой-то вопрос, вы можете поучаствовать, что называется, в этом расследовании. Вот такая интересная конструктор. Такой интересный… Все, падежи, путаю сегодня. Такой интересный конструктор, одновременно еще и социальная сеть. То есть, по сути, вы еще и с пользователями здесь пообщаетесь, если захотите. Работа здесь достаточно активная ведется. Несмотря на то, что он малоизвестный такой сайт, не успела я вот этот парусник загрузить. Буквально мне через день уже написали там комментарий под этим парусником. Под реликвами можно писать комментарии, как в социальных сетях под картинками. Вот, хотя я вообще только тренировалась, я еще никакого музея там не создавала, просто вот красивую картинку загрузила, и мне тут же прилетел комментарий. Так что сервис достаточно хорошо работает, стабильно. Можно использовать и для себя, и для проектов, я думаю. Ну и вообще для работы, может быть, пригодится. Давайте дальше пойдем. Виртуальные панорамы – это отдельный вид искусства. Наверняка вы их видели, пользовались. Фотографии, которые имеют большой угол обзора. То есть, чаще всего это представляется в виде такого вытянутого по горизонтали снимка, полоска. То есть, мы можем ее прокручивать, просматривать. И самые крутые виртуальные панорамы – это с обзором 360 градусов. И можем уже не только вокруг посмотреть, но еще вверх и под ноги. Вот таким образом это работает. То есть, есть панорамы, которые только по горизонтали, а есть еще и по вертикали, поднимающиеся вверх и вниз. На основе таких виртуальных панорам можно показывать экспозицию реального музея. Например, комната какая-то экспозиционная, какое-то интересное здание изнутри. То есть, когда пользователь может повертеться, поближе все рассмотреть, а может быть еще и дополнительную информацию получить. Давайте посмотрим, какие здесь есть варианты. Начнем с того, что 3D-панорама или виртуальная панорама – это достаточно затратное мероприятие. То есть, может быть, вы умеете, конечно, это делать. Я, например, не умею. И я использую готовые виртуальные панорамы, которые мне добрые люди дадут, либо я сама каким-то образом найду. Есть специальные программы для создания таких панорам. То есть, вам нужен цифровой фотоаппарат, где вы делаете несколько снимков, ну, грубо говоря сейчас, и склеиваете их в такую панораму. Либо в один ряд, и тогда будет узкая полоска. Если у вас 360 градусов охват, то тогда в несколько рядов. Я нашла три относительно бесплатных программы. Для создания панорама – это ссылочки на них. Если заходите, то можно по ним походить, посмотреть. Они здесь по степени сложности расположены. Image Composite Editor – это программа, созданная Microsoft. Я, правда, не знаю, как сейчас. Microsoft, мы все знаем, что запрещено пользование. Я не скачивала в данный момент и не использовала ее. Но на всякий случай в списке оставила. Вдруг работает. Здесь все очень просто. Загружаете картинки, немножко их обрезаете и сохраняете обычную стандартную горизонтальную панораму. AutoStitch – это вообще программа для автоматического склеивания. То есть несколько фотографий загружаете, и она склеивается у вас в панораму. Весь этот набор. Ну и Hugin – это уже более продвинутая программа. Здесь можно и обычную создать, и 360 градусов. Здесь несколько рядов будет склейка идти. И здесь претворительная работа идет в выравнивании фотографий. Подчистка их, обрезка и многое-многое другое. Ну и после этого уже склеивание непосредственно. Ссылочки оставляю на тот случай, если вам захочется поэкспериментировать. А я вам расскажу о том, если у вас уже есть готовая панорама, и вы хотите с ней что-нибудь сделать. Ну, например, есть платформа, начнем с англоязычных, SIGBIG она называется. Это платформа для создания интерактивных виртуальных панорам. Я вам две ссылки на два музея послала. Русский сегмент здесь почти не представлен. Я нашла, к сожалению, только англоязычные версии. И сама попыталась фотографию загрузить и по ней попробовать поэкспериментировать. Итак, что умеет этот сервис? Загружаем панорамную картинку. А на нее, поверх этой картинки, добавляем интерактивные метки. Щелчком мышки щелкаем, а дальше выбираем один из нескольких элементов, что можно на эту панораму добавить. Ссылку, аудио, если у вас есть аудио какой-то гид записанный. Выписанный заранее картинку, естественно. Можно добавлять форму, то есть это какая-то викторинка, может быть, например, или опрос. Ну и встраиваемый объект, он называется MBET. Плюс тут еще есть телефонные номера, погода и многое-многое другое. Ну вот основные я вам перечислила. Вы можете несколько панорам загрузить, они здесь будут называться снапами. Одна панорама, один снап. И вы можете между ними настроить связи. То есть, например, у вас есть несколько залов в вашем музее. Первый зал стартовый, а дальше дверь для перехода в следующий зал. Вы на эту дверь ставите интерактивную метку, которая называется снап. Переход в новый зал. Прикрепляете вторую панораму и дальше в этой второй панораме работаете. Все замечательно здесь работает, сервис вообще отличный, очень быстрый, несмотря на то, что это достаточно сложное мероприятие, работа с панорамами. Но, к сожалению, бесплатно только три снапа, может быть. Поэтому три зала нашего музея можно здесь создать, либо три отдельных экспозиции сделать. Все остальное уже за деньги. А так все очень неплохо, даже несмотря на то, что здесь все по-английски, все понятно. Есть наш вариант на русском языке, называется «Один панорама». Я вам сейчас тоже много ссылок отправлю в чат, потому что вот здесь как раз очень много музейных экспозиций, самых разнообразных. Вот тут музей Малые Карелы, и Архангельская библиотека, и Дом музея декабристов. Я постаралась вам самые разные экспозиции подобрать, посмотреть. В отличие от предыдущего сервиса, здесь тоже панорамы разные. Есть обычные горизонтальные, есть 360, здесь они разные, но, к сожалению, они здесь без интерактивных меток. То есть мы можем прокручиваться, просматривать и вертеть эту экспозицию так, как считаем нужным. Но к этой экспозиции мы можем добавить только описание небольшое и, собственно, саму панораму. Вот на этом и все. Сервис пока бесплатный, загружать здесь без ограничения можно, это российская разработка, поэтому никаких особых здесь затруднений, наверное, быть не может. Единственное затруднение, что после того, как вы загрузите что-либо, опишите это, подпишите, панорама уходит на предварительную модерацию. Правда, она достаточно быстрая, если все отлично, она появится на сайте, и пользователи могут с ней знакомиться. Если у вас такая минималистичная экспозиция, то есть когда эспанаты говорят сами за себя, и ничего там особенно интерактивного размещать не нужно, то можно попробовать вот этот сайт, один панорама. И, наконец, мы добрались до плоских картинок. Не забываем, что у нас очень много есть фотографий наших экспозиций, и достаточно подробных, и можно на их основе тоже создавать интересные виртуальные туры. Не сказать, что это прямо будет виртуальный музей, но виртуальная экспозиция будет точно. Опять подобрала несколько инструментов, я думаю, вам они знакомы. Первый инструмент называется SyncLink. Что касается SyncLink. Во-первых, здесь нужно выбирать, ну, здесь сразу предложат бесплатный тариф. Правда, он здесь называется Троял. Треальная версия, что называется. Раньше он просто был бесплатный, а сейчас появилось слово Троял. Это меня стало напрягать. Я пыталась сегодня и вчера поискать информацию о том, насколько ограничения там. Но обычно, когда мы видим триальная версия, это значит, что оно только на месяц, там только на неделю, и потом все отрубается. Я не нашла. Может быть, кто-то знает секрет этого сервиса. В общем, бесплатная трояльная версия. Вот я по ней продолжаю работать. Она у меня, оказывается, подключилась еще три месяца назад, и до сих пор все работает. Не знаю, в чем здесь секрет. Ну, в общем, хорошо, что этот бесплатный тариф есть, он работает. Сервис на русском языке, русскоязычный. Он позволяет создавать интерактивные экспозиции на основе плоских картинок. И здесь есть вариант интерактивные 360-градусные изображения. То есть, когда у вас есть панорама. Можно и так, и так. Работа и в том, и в другом сервисе, и в том, и в другом инструменте, она достаточно одинаковая. Не отличается практически ничем. Мы загружаем картинку, фотографию. Добавляем на нее интерактивную метку. Просто по ней щелкаем. Открывается вот такое поле, как у меня сейчас с левой стороны. Записываем название экспоната, его описание. Загружаем изображение или видео с YouTube. Можно добавить аудио. Я проверила, да, в бесплатном тарифе аудио тоже работает. Например, у вас есть озвучка к этому экспонату. Ну и сохраняем. Иконку можно изменить, более того, можно нажать на кнопку Change Layout, поменять изображение, поменять как это, шаблончик, скажем так. И вот информацию об экспонате можно представить не в виде просто окошечка, а вот такого красивого, например, как у меня. Вот если бы я добавила еще описание, то с левой стороны было бы еще описание красивое. Вот такие минималистичные оформительские штучки. Ну и изменить иконку тоже можно, она тоже меняется. Здесь большой набор разных иконок. Ну вот я взяла тут интерактивное, создала такое изображение, добавила иконку. Дополнительно в разделе настройки здесь можно подключить анимацию, чтобы иконка пульсировала, поменять ее цветовую схему, загрузить фоновую музыку ко всей этой экспозиции, то есть чтобы пользователи слушали музыку и просматривали вашу фотографию. Ну и еще несколько дополнительных, не таких важных настроек. В разделе настройки нажимаем на кнопку «Готово» и наша экспозиция действительно готова. Все делается в несколько кликов и достаточно просто. То же самое касается интерактивного изображения. Я попробовала загрузить панораму и наверх еще добавила несколько картинок. Вот они таким образом у меня отобразились, то есть можно, щелкая по интерактивной панораме, вызывать еще обычные плоские картинки и их просматривать. Все те же самые кнопки загружаются и аудио, и видео, и текстовое описание, естественно. Вот. Неплохой инструмент можно использовать. Готовые вот эти вот интерактивные вещи можно вставлять на сайты и в блоги, как интерактивные плакаты. Сервис удоба. Давайте я экспозицию отправлю пока. А, да, про SyncLink добавлю вам еще одну ссылку на 3D Tour. Я уже ее добавляла. Нет, не добавляла. Вот это 3D Tour 360, который я сделала. По сервису удоба. Принцип работы здесь такой же. Здесь можно плоскую картинку загрузить и добавить на нее интерактивные метки. А можно загрузить 360-градусную панораму и на ней поэкспериментировать. Сразу две ссылки вам добавлю. Первая – это плоская картинка. Вторая – это 360 градусов. Здесь не так много музейных экспозиций. Все-таки удоба больше, как учебный ресурс. Сейчас рассматривается в плане интерактивных музеев и экспозиций. Он не очень задействован. Но такая опция есть. Шаблон для плоских картинок называется «Интерактивные области на изображении». Я на отдельном вебинаре по УТОПе рассказывала пошагово, как здесь работает. Сейчас только вкратце основную озвучу. Загружаем фотографию. Далее фоновое изображение. Придумываем заголовок нашего экспозиции. Иконку выбираем, ее цвет. Дальше к этой иконке мы можем добавлять разный вид контента. Контента здесь три вида. Текст, видео и картинка. Текст, видео, имидж. К одной иконке вы можете добавить неограниченное количество контента. То есть и текст, и видео, и картинку. А может быть даже не одну картинку. И вот щелкаю по картинке, выбирая место для каждой интерактивной метки, мы вот таким образом насыщаем ее контентом. Потом нажимаем на кнопку «Сохранить». И у нас сгенерируется готовая наша виртуальная экспозиция. Если у нас 360-градусная панорама, то выбираем шаблон, который называется «360-градусное окружение» или «Virtual Tour 360». Выглядит это вот примерно вот так. То есть у нас фотография. Мы по ней будем вертеться, нажимать на кнопки и просматривать информацию. Конструктор здесь уже немножко иначе выглядит. Я просто любую случайную фотографию загрузила и попробовала на ней поэкспериментировать. Вверху панель с инструментами. Начну со второй кнопочки «Т», добавляя текст. То есть мы щелкаем по картинке, выбираем вернее кнопку «Текст», щелкаем по картинке, нажимаем на карандашик и текст этот вписываем в открывшееся поле. То же самое. Следующая кнопка для добавления картинок, для добавления аудио, видео. Ну и в конце две кнопки для добавления маркированных списков и маленьких векторин. Первая кнопочка со стрелочкой, с такой самолетиком, не знаю, как ее назвать. Она служит для соединения нескольких вот таких панорамных фотографий в одну линию. Например, у вас есть одна сцена, одна экспозиция музея. И вы из нее хотите перейти в следующий зал, в следующую экспозицию. Для этого и есть такой вот значок с самолетиком. К нему привязывается ссылка на новую панораму, на новую сцену. А сама сцена добавляется нажатием на кнопочку внизу «Новая сцена». И так у вас несколько сцен можно соединить в одну линию. Получается такая большая виртуальная экспозиция. Главное здесь запастись виртуальными фотографиями, 360-градусными. Или хотя бы обычными панорамами по горизонтали, которые крутятся. И тогда получится очень интересная экспозиция. Большой плюс сервиса удобно, что это российская разработка. То, что он бесплатный и ничем сейчас пока не ограничен. Хотелось бы, чтобы так было и дальше. В общем, поэтому очень даже его рекомендую. Ну и закончить я хотела нашим любимым сервисом «Дженери». Вот этот сервис очень хорошо используется для самых разных музейных экспозиций. Сначала покажу две своих на слайдах и в ссылках. Они не совсем музейные. Это выставки, но они оформлены как музеи. То есть здесь не только книги, но есть еще и фотографии, музейные предметы. Вот первая ссылка – это «Война прошла сквозь наши души». И вторая вот такая была – это выставка «Фотослужка» из фотографий. На обратном стороне фотографий стихи мурманского поэта Виктора Симофеева. С морскими сетями тут все это на прищепочках прикреплено. И если кликать по значкам, по меткам, можно открывать и смотреть, какие стихи прячутся на обратной стороне. Это то, что делала я с помощью сервиса Дженниали. Ну, давайте я вам покажу еще, например, музей автографов. Это тот вариант, когда музейной экспозиции как таковой нет, но есть какая-то коллекция автографов, собранных на книгах разнообразных. И таким образом вот взяли и ее оформили с помощью сервиса Дженниали. Можно использовать не только одну статичную картинку, можно из нескольких картинок собрать презентацию. И вот, например, выставка на основе презентации музейная. Вот такая. Можно такой вариант сделать. В общем, сервис Дженниали очень хорош. О нем будет следующий вебинар. Я вкратце только пунктиром расскажу, как здесь работать. Если вы вдруг захотите, экспозицию перенести в виртуал. Итак, нам для этого понадобится шаблон, который называется Interactive Image. Интерактивный плакат, интерактивное изображение. Если у нас будет презентация, если мы уже запланировали из нескольких слайдов, то можно выбрать формат с презентацией. Но я покажу на примере интерактивной картинки. Вот я загрузила мою экспозицию, картинку. Дальше на панели с левой стороны нажимаю на значок интерактивных элементов и добавляю кнопочки поверх этой экспозиции. Кнопки можно увеличить и уменьшить. Это не проблема. Делать их помельче. И более того, здесь есть опция, где можно сделать эти кнопки невидимыми. То есть, если вам кажется, что их слишком много на вашей экспозиции, они мешают просмотру, можно их делать невидимыми. К каждой кнопочке мы добавляем интерактивность. Она называется Interactivity. И анимацию. Это такая падающая комета рядышком. Ну, анимация – это не обязательный вариант, а интерактивность все-таки нужна. Поэтому открываем окошко для добавления интерактивности. В интерактивности тут трех видов. Tooltip – это просто всплывающая информация, если у вас просто какой-то текстовый комментарий к этому предмету есть. Далее. Ну, например, у вас рядом с названием выставки всплывает, что это выставка, посвященная творчеству такого-то поэта. Вот в таком формате. Если у вас большое количество информации, то выбираем раздел Window – Окно. То есть, это отдельная такая вкладка, отдельная окошечка, которая будет открываться, и внутри него и текст, можно и картинки, и аудио, и видео, и встраиваемые объекты. Дальше. Можно сделать кнопки, которые ведут на другую страницу. Это если у вас презентация. На одном слайде первый зал, на втором – другой. Для перехода используем раздел Go to Page, кнопка Go to Page. Ну и, наконец, линк – это ссылка на другой веб-ресурс. Если у вас есть группа ВКонтакте у этого вашего музея, какой-то дополнительный веб-ресурс вы хотите показать, например, электронная библиотека, где есть оцифрованная версия, вот этой редкой книги, то это через кнопку «Link» добавляется. Ну вот у меня сейчас в Window рабочее окно. Я в красную рамку вынесла, что можно внутри окошка добавить, кроме текста. Ссылки, картинки, видео и встраиваемый объект. Это последний раздел с косыми скобками. Вот это очень большой плюс, потому что мы можем сюда добавить и ленты времени, и аудиоплеер, и видео. Ну, в общем, любой объект, у которого есть код, который опубликован в сети интернет. Как это работает? Нажимаю на эти косые кнопки, открывается HTML-разметка. Я в нужное место в этой разметке вставляю мой встраиваемый объект. Я встраивала плеер. То есть, прочитывали здесь стихотворение у меня, и мне нужно было запись этого стихотворения сюда встроить. Само стихотворение на сервисе удобно было. Я его сюда встроила. Нажала второй раз на эти косые скобки, и вот, пожалуйста, у меня вот такие плееры сюда вставились. Вот. Таким образом, нужно работать внутри этой выставки. Несколько слов про анимацию. Анимация здесь очень подробная. Вы можете все, что угодно делать с кнопочками. Они могут у вас мерцать, появляться, исчезать, двигаться, всплывать и тому подобное. Выбираем направление анимации, ее скорость и тип. Здесь все довольно подробно. После того, как все это будет готово, и вы это все сохраните, получаете код и ссылку, и можно виртуальную экспозицию пристраивать у себя на странице сайта и блога. Ну, я вам последнюю ссылку сейчас скину. Я делала... Фотография была с предметами писателя. Я сделала там невидимые метки. То есть невидимость меток, с одной стороны, это хорошо, но она не загружает картинку. С другой стороны, там надо мышкой двигать по этой картинке и искать эти самые метки. Ну, вот вариант такой. Ну, а более подробно уже про метки, про невидимые метки, про презентации, про инфографику, про многое другое на следующем вебинаре в июне месяце. Там я расскажу про Дженниали уже более подробные. Если у вас есть какие-то вопросы, я сейчас готова на них ответить. Я пока пользуюсь возможностью, напомню о себе, что я существую в сети интернет, в блоге, в группе, в канале Телеграм. Сейчас, когда уйду в отпуск, будет не так активно все, но забрасывать, конечно же, не буду. Это ссылка на мою группу, но остальное на сайте можно увидеть. Спасибо вам большое за внимание. Сегодня вопросов не поступало, но я надеюсь, что прослушали вы, по крайней мере, с интересом. Мне бы на это хотелось надеяться. Спасибо вам большое за внимание. Жду на следующем, последнем в этом году вебинаре. Вот, я уже анонсировала его. Вот, очень-очень интересно. Это замечательно, что очень-очень интересно. Тематика, конечно, понимаю, что не такая прямо супер популярная. Популярная все-таки музей – это достаточно редкое явление. Но вдруг вам захочется интересные какие-то интерактивные экспозиции создавать, то вот набор инструментов я вам дала. Ссылки внутри презентации, как обычно. Запись появится скоро в моей группе ВКонтакте. Я выложу и запись, и саму эту презентацию. Если вы захотите с коллегами поделиться, то найдете ВКонтакте и в Телеграме. Все, на этом прощаюсь. Ой, здорово, что вы находите каждый раз что-то новое, потому что я каждый раз провожу вебинары, думаю, ну, у меня есть постоянные слушатели, я уже вижу по фамилиям, узнаю. Думаю, ну, наверное, им вообще будет неинтересно сегодня слушать, ничего нового не узнают. Но если каждый раз что-то новое находится, это замечательно. Вот, к этому и стремимся. До следующей встречи через две недели.